Девушки отдыхают Есть даже рейтинг самых распространенных схем мошенничества На первом месте так называемое мошенничество вслепую Это любые звонки или сообщения об услугах, лотереи, выигрыши На втором звонки от имени родного человека, за которого нужно отдать деньги, чтобы спасти его жизнь Замыкают тройку звонки на стационарные телефоны В последнее время на территории республики участились факты мошенничества с использованием сотовой связи В частности мошенники представляются должностными лицами контролирующих и правоохранительных органов Республики поясняют, что в отношении вас поступила жалоба и вам необходимо явиться для разбирательства Одновременно мошенники просят по пути следования забросить на обозначенный номер сотового телефона Определенную денежную сумму и забрать чек вместе с собой Якобы для того, чтобы по прибытию на место эта сумма была возвращена вам Клиенты Дикбанка продолжают бороться за свои деньги Первые два иска обманутых вкладчиков уже подали в суд Речь в них идет о 500 и 150 тысяч рублей соответственно По словам юриста Аслана Сосранова, теперь бумаги направят в Москву Их должна получить третья сторона дела, агентство по страхованию вкладов Первое заседание суда пройдет, как только специалисты АСВ признают законность притязаний истцов Напомним, это вклады, которые не были застрахованы или проходили через черную бухгалтерию банка Параллельно готовится еще порядка 150 исков Этот вопрос как бы с АСВ обсуждался, они сказали, у нас нет оснований выплачивать эти страховые суммы Пока не будет решения суда Но если все документы нормальные, если вкладчик сдавал деньги, если договор действительный То мы будем признавать такие иски А если они будут такие иски признавать, это значит автоматически Это будет решение суда, вступившую в законную силу И значит они будут выплачивать тогда в последующем эти деньги Сократить очередь в детские сады, проверить соблюдение санитарных норм и качество питания Такие задачи стоят перед депутатами собрания представителей Владикавказа Накануне первой сессии чиновники собрались, чтобы разработать план действий Глава муниципального образования Махарбек Хадарцев отметил, что в городе около 8 тысяч детей, которые до сих пор не определены в детские сады К работе депутаты приступят уже завтра За неделю они должны обойти около 60 дошкольных учреждений Необходимо выявить проблемные точки и разобраться с прозрачностью очередей Для этого создали специальные анкеты, которые распространят по дошкольным учреждениям Более того, депутаты смогут лично удостовериться, в какой обстановке воспитываются дошколята Мы, депутаты, будем не просто смотреть по анкете, по опросам какие-то общие данные и выявлять со слов воспитателей это все Нам задача поставлена такая Вот вы идете в детский сад, смотрите, хотели бы вы, чтобы ваши дети там воспитывались Вот если хотели, почему? А если не хотели, вы, то почему? То есть нам нужны конкретные выявить все за и все против Профилактические операции «Жилище» и «Отопление» проходят в Северной Осетии Сотрудники МЧС разъясняют жителям республики важность соблюдения правил пожарной безопасности Особое внимание уделяют неблагополучным семьям, а также людям, нуждающимся в социальной поддержке Подобные рейды проводятся в рамках месячника гражданской обороны Субтитры создавал DimaTorzok